Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают. Народ, вы вообще понимаете, что происходит? Ты свидетелем, короче, пойдешь. А где-то так. Вот так. Сейчас еще подписку, задачу ложных показаний будут брать, понимаешь? Там суд, короче, устроили. Сейчас зайдем, там будет флаг, и кто-нибудь в черной манте будет сидеть, понимаешь? Боже. Ага, все серьезно. Вот такая здесь лужа. Заметь, та же процедура, что и в суде присаживайтесь. Это не печать, это роспись такая круглая. Умеешь так расписаться? Я не умею. А губернатор умеет. Трава не растет. Ну, я сейчас не шучу. Аналогия суда? О процессуальном. Вы действуете в рамках процессуального законодательства? Конечно. Ох ты как, ничего себе. У нас администрация стала судом, требует ходатайства. Какие опросы свидетелей? Мы что, на суде, что ли? О чем вы говорите? Какие опросы свидетелей? Ну, если я не ошибаюсь, это может быть и не он. Под маской не видно. Очень удобно сейчас маски носить. Главное вовремя промолчать, и никто тебя не узнает. А перчатки как удобно носить? Какой-нибудь налет на квартиру совершили? Нет печатков, ни лис, никто ничего не запомнил. Сейчас, что это такое? Это маска. Сейчас, что ты взял? Это текстильные изделия. Это специальные изделия, чтобы тебе в мозг поступало меньше кислорода. Ага. Чтобы дипоксия была, да? Конечно. Угу. Ты перестаешь соображать и берешь всякие глупости. Под угрозой вынужден надеть. У нас институционный, нестудебный орган. Все в масках сидят, список большой. Кто из них присутствует? Я не знаю, что это в любви. Ну, паспорт, удостоверение, подтверждающие ваши полномочия. Я хочу заходиться там в комиссии. Как не дадить? А как удостоверить вашу личность? Давайте удостоверение. Я же не знаю их. Они под масками все скрыты. У вас даты нет. У вас не действующие удостоверения. В смысле не действующие удостоверения? Ну, у вас нету даты. Так потому что она, наверное, бессрочная. Бессрочная? Пожизненная? Даже после смерти действует? Возможно, он же выцвел, потому что старая. А, выцвел. А можно тогда? Дмитрий Владимирович Попов, глава города, подписал. Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают. Всем привет. Продолжаем освещать ситуацию вокруг приюта Берегини. Значит, мы присутствовали на заседании некой административной комиссии. Максим потребовал ознакомиться с материалами дела. Вот такое дело нам выкатили. Не прошито. Тремя скрепками скреплено. Прямо при нас. Вот так это выглядит с обратной стороны. Суть заключается в чем? Они составили протокол 9 июля. Причем составили в отсутствии представителей приюта Берегини. Тут они пишут, что на составление протокола не явилось. То есть, сами расписались, сам один человек, это один человек только, Ешков. Никто его подпись не заверил, ни печатью, ни другой подписью. Тут все не заполнено, никто не ознакомливал Берегиню. Протокол составил единолично. Далее, они прикладывают в фото таблицу, то якобы на территории находится мусор. Сейчас, спустя месяц, ситуация выглядит совершенно по-другому. Об этом в предыдущих видео. Это все стройматериал, это шиферы для крыш, для кормокухни, это доски, поддоны. В общем, это все стройматериал для строительства вольеров, кормокухни и забора. Вот это вольеры, крыши. Остальные собаки в будках на территории и на привязи. Значит, вот такой акт. Протокол составлен на основании акта. Ключевая фраза объекта капитального строительства отсутствует. А также, что на участке находятся стройматериалы, которые используются в строительстве вышеперечисленных объектов. Стройматериалы, не мусор. Учитывая вышесказанное, а также отсутствие объектов капитального строительства, указанный участок используется не по целевому значению. За что предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей 8.8.капрф. Составил акт, опять же, единолично Садыков Владимир Рашидович. Вас интересует территория? Да. У нас дрочит, мы дрочит, но... Вот он расписался. Так там никого не ознакомили. Печатью, там, другими подписями тоже не заверено подписями. Дальше они прикладывают договор. Год назад договор был заключен. Далее указываются обязанности арендатора. Подчеркнули они, что обязаны соблюдать при использовании участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарных, гигиенических, противопожарных и других правил норматив. Правила благоустройства территории города, не допускать загрязнения, захламления участка. Как это возможно, если им выделили участок, как после войны? Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. Заболоченная мусорка, по сути. Мы копали ямы под столбы, так мы каждую яму полчаса, по часу копали. Там то пластик, то железо, то пруты какие-то, то стекло, то еще что-то попадается. Даже на 40 сантиметров невозможно яму вырыть, потому что это все мусор. Производить уборку участка самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор. Договор у них есть на вывоз мусора. Опять же указывают на правила о благоустройстве. Мало того, что они за эту мусорку заболоченную берут 140 тысяч, так они еще хотят через этот акт административный, через административное наказание, я предполагаю, что следующий этап будет подача в суд на расторжение договора. А после этого заходит Шувалов со своими 140 миллионами и с неким представителем, который на себя возьмет ответственность. Кто это? Вот я предполагаю, что и волонтеры, и администрация знают, кто это. И они готовят просто нацвево, рыдарский захват через протокола и суды. Раньше они просто сносили приюты и расстреливали собак, а сейчас они хотят 140 миллионов освоить из бюджета. Также приложены обращения от неких волонтеров о незаконном недопуске волонтеров в приют Берегиня. Оттуда они сами себя называют волонтерами опять, о препятствованной волонтерской деятельности и о жестоком обращении с животными. При этом ни одного документа, подтверждающего жестокое обращение с животными, не прикладывают. Доказательства, что они являются волонтерами, тоже не прикладывают. Очень много они тут написали. Сплошные ужасы. А самое главное, что это все подписали 76 человек. Волонтеры приюта Берегиня и инициативная группа жителей города Сургута. 76 человек. И в качестве доказательства они прикладывают криншоты с открытой группы ВКонтакте Берегиня. То есть вообще ни о чем скриншоты. Ни фотографий, ни экспертных заключений, ни удостоверения, что вы являетесь волонтерами, ни договоров, ничего не приложили. Просто скриншоты с интернета. Ну и то, что Ангелина не берет трубку. Приложили телефонограмму, якобы Садыков звонил Ангелине. И прикладывают три разные повестки. Одна без печати и без росписи. Вторая только с печатью. Третья с печатью и росписью. Шикарно. Народ, вы вообще понимаете, что происходит? Выделили абсолютное болото. Люди сделали там, все разровняли, убрали траншею. Возвели забор. Ворота поставили. И все. И теперь сейчас у них хотят обратно отжать эту землю. Не просто отжать, а дискредитировать приют, что они вообще там чуть ли не убивают этих животных. Смотрите, что делают волонтеры. Опека не сработала. Обращение в опеку не сработало. Изъятие 33 собак не сработало. Подкидывание трупа не сработало. Постоянные скандалы тоже не сработали. Заявление, что собаки там постоянно без воды, без укрытия, без еды тоже не сработали. Нет у них документов доказывающих. Так они еще и скрытно видеокамеры ставят. В опеку обращаются. Я предполагаю, что происходит отъем, рейдерский отъем земельного участка. Целью освоить 140 миллионов из бюджета города Сургут. А чтобы такую сумму жители города Сургут одобрили, необходимо дискредитировать единственный приют в городе. Задавить его, задушить, а потом отнять землю через протокол, суд и освоить 140 миллионов. А возможно эта сумма вырастет до полумиллиарда. Мы приехали на Мира-14. Здесь находится административная комиссия от администрации. Вот такая здесь лужа. Машины с трудом проезжают ее. Небольшое озерцо. Не знаю, как ее назвать. Даже, наверное, мирное. Мирное озеро от администрации. При этом администрация выделяет колоссальные средства на разные проекты. Но при этом здание у самих с плохими подъездами, подъездными путями. Подчеркнули они, что обязаны соблюдать при использовании участка требования градостроительных регламентов. Я бы даже сказал, что вообще ни с какими. То есть тут озеро. Не знаю, как этот город проезжать в легковой машине. Только что наблюдала легковая машина, еле-еле передвигалась по этой яме. Здесь какая-то очень большая глубина. И мы скоро зайдем вот в это здание. Каким образом человек с ограниченными возможностями может здесь пуститься? Ну, у него должна быть коляска типа джипа. Да, но тут даже подняться-то не так уж и просто человек без ограниченных возможностей. А на инвалидной коляске вот... Сними какой тут угол. Ну, я не знаю. 45 лет есть. 45 лет. Доступная среда. В прошлый раз такого не было. Здравствуйте. Мы на комиссию. Два часа. Журналист Антон Николаевич Булгаков. Куда тут можно присесть? Между желтыми чертами. Это когда на допрос вызывают. Заметь, та же процедура, что и в суде. Присаживайтесь. Да, да, да. И главное расстояние, чтобы люди не могли нормально общаться спокойно. Разъединяем людей. НЛП. Разделяем властом. Угу. Попалки возьмут силы за особую успеху. Службы, мотиваторов гражданского общества. Их будут еще и премьировать. Люди будут отнимать твое имущество. А из-за этого будут премьировать. Типа печаль. Ты не понял? Это не печать, это роспись такая круглая. Документ, он обязательно должен иметь подпись. Вот эта подпись такая круглая. Умеешь так расписаться? Я не умею. А губернатор умеет. Вот эти таблички тоже раньше не было. Здравствуйте. Пожалуйста, кто подошел, ознакомьтесь с правами и обязанностями и запомните главу. Кто подошел в заседание, кто не сет. Кто не сет, кто не сет, кто не сет. Садитесь, присаживайтесь, доставим, запомните. А что это за документ такой? Что это такое вообще? Участников производства по делу об административном правонарушении. Свидетель. Слушай, ну что это такое? Я вообще не за все документы не хочу. Конституция, статья 51 разъясняется. Не разъясняется, ну? Ну, якобы разъясняется. Защитник и представитель, законным представителем юридического лица. Сейчас будут оказывать, что у нас нет доверенности. Вот вижу, с правами и обязанностями предусмотренными, тогда это ознакомлено и к содержанию не разъяснено. Не разъяснено. Ничего не разъяснено. Как написать? Я не буду ничего заполнять. Я не обязан. Можешь участвовать в защите. Кто-то не защитник. Да. Если что, прям письменно заявляешь, потому что я защитник. Присаживайтесь. Куда? Не садиться. Соблюдать дистанцию. Это все по этому вопросу получается, да? Вот, столько бумаг. Это еще не все. Это только самое главное. Да, это самое основное. А кто-то ответил из-за этого, из-за этого, из-за этого, столько писанин. Ну, вот сейчас узнаем на комиссию. Получила ты повеску. Ну, к этому повеску ничего не было. Как говорится, это не объясняется. Никаких пояснений. Просто комиссия административная. А это по этой пересмотренной статье, она что-то говорит, что вы нарушили? Чтобы вот хотя бы я могла понять. Трава не растет. Ну, я сейчас не шучу. Ну, как не растет? Мы же снимали видео, что растет трава. Мужчина, как вас изучать? Мужчина. Мужчина. Мужчина, представляться. Представьтесь, пожалуйста. Я народный депутат. Проводите из туалета. Что вы говорите? Мы с вами реактивируем доходы. Горяйдите. А вы что ко мне? Рукоприкласс-то применяете? А вы что, не угрожаете? Нет, я вас прошу. Нормально, культурно со всеми общаюсь. Даже с так называемым народным депутатом, который представился зам директора управляющей компании. Сервис 3. Тоже с ним нормально пообщались. Выяснил, что у него нету статуса депутатского никакого. Никакого отношения к депутатам он не имеет. Пообщались. Фамилию он отказался от назвать. Ну, не идет на диалог. Все, пообщались. Нормально, культурно. Здравствуйте. Вы заявляете ходатайство? В повестке я написал. Я понимаю, что в повестке. Ходатайство не заявляйте, а вы в виде съемки заявляете в ходатайство. А у нас что, суд или что? У нас это по аналогии суда. Но ходатайство обычно в суде заявляет. У нас также заявляет аналогия суда. Только к идеальной выбору. Аналогия суда? Администрация это аналогия суда? Причем тут администрация, административная комиссия. Ну, какие ходатайства? О чем вы говорите? О процессуальном. Вы действуете в рамках процессуального законодательства? Конечно. Конечно. Ох ты как. Ничего себе. У нас администрация стала судом. Три выхода до тайства. Приравни к администрации. Мы административная комиссия. Нет, я цитирую ваши слова. Я ничего не приравню. Так, пожалуйста. Сейчас мы вас вызовем. Заявляйте ходатайство на съемку. И если будете... Я журналист. Я имею право снимать везде. В какой ходатайстве? В повестке я написал собственную ручку. Я понимаю, что вы написали в повестке. При присутствии журналисты. Я понимаю. Вы заявляете ходатайство в опросе свидетелей. Если вы хотите, чтобы они у вас что-то поясняли. Какие опросы свидетелей? Мы что, на суде, что ли? О чем вы говорите? Какие опросы свидетелей? Подождите. Подождите. Если, например, сейчас женщина это говорит, значит, фамилия, имя, отчество надо это узнать. Вы будете что-то... Мы знаем Татьяну Александровну. Татьяну Александровну. Семеновских. Я Людмила Николаевна. Я как бы сам. Вы будете что-то пояснять в ходе заседания? Да. Значит, вы заявляете ходатайство в опросе свидетелей. Опрос свидетелей. Ты свидетелем, короче, пойдешь? А где-то так. Вот так. Сейчас еще подписку задачу ложных показаний будут брать, понимаешь? Я административно, как говорится... Там суд, короче, устроили. Сейчас зайдем, там будет флаг, и кто-нибудь в черной манте будет сидеть, понимаешь? Боже. Ага. Все серьезно. Мужчина говорил, что Богом, говорит, разговаривать. Ну, это сервис-3, мужчина, это, народным депутатом назывался. Ну, что, Диоги? Не знаю, что пишет. Ходатайство? Ходатайство. Только не на их этом бланке, на обратке. Своим почерком и ходатайство-требования. Это есть ходатайство? Не, собственно, ручно пишет. Бланк для... Что, так же шапку похожи делали? Да. Чего-то просто ходатайство. Берешь, вот такую штуку, с нее списываешь. Вот кто у нас судебные функции-то выполняет, а на самом деле. Слышишь, Максим? Ага. Ходатайство на видеосъемку. А? В Аберчуку, ну и что? И что? Будет рассматривать это, как ее заместитель-председатель и Кирчук. А он чего у вас? Ну и что? Ну, пиши, короче, не тяни время, отнимаешь. Да, как у нас его отнимут сейчас? Можешь вообще написать волеизъявление. По-человечески. Волеизъявление? Да, волеизъявление. Требую. Я Максим Зелянов. Действующий по доверенности. Требую. Пойдешь? Допустить на заседание комиссии. Не надо представляться. Представьте, пожалуйста. Я народный депутат. Здравствуйте. Я список не ваш. А вы в сервис-3, да, работаете? Мы с вами не знакомы? Благодарствую. Честное общение. Что? Требую комиссию, журналиста, да? Требую на заседание комиссии в качестве журналиста и в качестве очевидца. Чебатаренов, Риман Николаевна. Да? Людмилу Николаевну Чебатаренов. А также в качестве моих защитников и доверенных. Так как им известно, и они могут поведать существенные обстоятельства, которые могут повлиять на принятые решения комиссии. Дата, число, время. Сегодня 13.08.2020. А мы к ним ходили два года назад. Он представился народным депутатом. Ко мне рукоприкластвовал. Девчонкам сказал, да сходите вы с этими платежками в туалет. Что-то такое. На видео есть. Два года назад. Он еще и депутат, что ли? Ну, он представился депутатом тогда. А на самом деле он работает в сервис-3. Не знаю, какая у меня должность. То ли зам главного инженера, то ли технической части, что-то такое. В управляющей компании работать. Но если я не ошибаюсь, это может быть и не он. Под маской не видно. Очень удобно сейчас маски носить. Очень удобно. Я только об этом сейчас думала. Главное вовремя промолчать. И никто тебя не узнает. Да. Пусть другие кричат от отчаяния, От обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходнее молчание, Потому что молчание золото. Вот как просто попасть в первачи, Вот как просто попасть в богачи, Вот как просто попасть в палачи. Промолчи, 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 промолчи. Промолчи, промолчи, промолчи. Главное вовремя промолчать И никто тебя не узнает Да, да, да Точно, да А перчатки как удобно носить Какой-нибудь налет на квартиру совершили Нет печатков, ни лис Никто ничего не запомнил Хорошая страховка получаете, да? Гламки прав, обязанности все запомнили? Да, я выяснила Гламки прав, обязанности запомнили? Нет Кто подошел на комиссию? Запомните, пожалуйста А для чего они? Обнакомьтесь со своими правами Подписывайтесь, что если вы будете не согласны Вы сможете этого спорить Да Знаешь, в комиссии двоятка можно посмотреть Там все расписано именно так Если сейчас что-то начнем, мы подписали Ты понимаешь, тебе сейчас пытались Навязать статус свидетеля Ты понимаешь, что это такое? Что это такое? Это маска Что ты взял? Это текстильные изделия Да, ее выдают в поликлинике При входе вот такие вот маски Они их сами, да, вырезают? Они сидят в регистратуре И когда народу нет Они их вырезают Что она может защитить? Уши? Уши? Нет, кстати, когда я был в поликлинике Я одевал, после нее ужасно болят уши Уши у тебя вот так вот загибаются Режет, да? Загибает просто Решать им невозможно Просто невозможно Ну, как ты думаешь, это что это такое? Респиратор, медицинская маска Или текстильные изделия? Это специальные изделия Чтобы у тебя в мозг поступало Меньше кислорода Чтобы дипоксия была, да? Конечно Ты перестаешь соображать И любишь всякие глупости Типа того, что тебе нужно Приобрести статус свидетеля Чтобы поучаствовать в административной комиссии И ходатайство Как в суде Судья рассмотрит на комиссию И что все происходит согласно процессуальным действиям В коридоре почти никого не осталось Скорее всего, последний день Еще одни остались Что, ждем гостей? Или что? Все приятно снова Представитель подаверенности Зияна Проходите А мы? Пойдем Взмел Здравствуйте Обязательно? Обязательно У нас масок не лежит на территории Иначе мы не будем рассматривать Под угрозой Вынужден надеть Она не свидетель Она очевидец Сейчас разберемся Подождите Ох Виде москвиста Волжение Так Представьтесь, кто здесь есть? Зияна Максим Геннадьевич Доверенно Вы кто? Я представляю Я представляю интерес Приюта Берегиня 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 Представил доверенность Выданной региональной общественной организации Защиты животных Берегиня Представляю интересы региональной общественной организации Во всех организациях Во всех судебных Там суд, короче, устроили Сейчас зайдем Там будет флаг И кто-нибудь в черной манте будет сидеть Понимаешь? Боже Ага Все серьезно Вы нам отдаете это доверие? Я Сделайте, пожалуйста Кто еще сегодня заявил? Журналист Антон Николаевич Булгаков Вы заявляете когда-то о его участии? Да, я написал Он в качестве кого? У нас будет участвовать Он в качестве защитника И Очевидец Журналист А у Муку есть как защитника доверенность На представление интереса У него пришлось, что ему не надо бумажной Нет, вы же не играетесь Самым непосредственным Ну я имею право Представлять на интерес А доверенность у вас не написано Что вы вправите Или доверен Сейчас будут оказываться На этом основании Что типа у нас нет доверенности Где у вас доверенности написано Чтобы заявить защитника Не нужна доверенность Подождите Я за вас сейчас не спрашиваю Давайте соблюдать Пусть человек Скажет, я ему доверяю Может доверен человек Все-таки этот человек Будет тогда Представлять интереса Он как очевидец С вашей точки зрения Как свидетель Да? Очевидец Тогда давайте мы его пригласим После того, как вас запросим И он как очевидно Я хочу, чтобы он присутствовал Я как журналист Потому что в присутствии свидетеля Мы не можем опросить материалы Если он будет выступать Как свидетель Пусть тогда он присутствует Как журналист Хорошо Согласно, уважаемые отчетники Поступило ходатайство О присутствии Подождите, пожалуйста, вашу документу В Камчатский регион информационное агентство Удостоверение 21 Антон Николаевич Бургаков Представляет информационное агентство Камчатский регион Заместитель главного редактора Заместитель главного редактора Действительно, флот 22-го Удостоверение 21 То есть Согласны на участие Нету Согласны на участие Препондент в заседании Согласна Так, скажите, пожалуйста Вы осуществляете Видеосъемку Да В какой перерыве И где это будет Прожащено Пока не знаю Вы собираетесь Это размещать В средствах массовых Возможно Скажите, пожалуйста Представитель По доверенности Вы согласны Что будет осуществляться Видеосъемка И потом Прогущена Средствах Массовых Да Представьтесь, пожалуйста Кем являетесь вы И зачем вы сегодня Доситаете Я Людмила Николаевна Чеботарена Ветеринарный врач И обслуживаю я Берегиню Клиника моя Обслуживает полностью Кроме Берегиня Еще у меня Договор Еще три Общественных организаций Сейчас просто Поберегиню Зная я Эту ситуацию Я должна Участвовать То есть вы хотите Как свидетель Что-то нам пояснить Правильно? Как очевидец Ну, скорее всего Обслуживающая Очевидец Это с точки зрения Бытовой А по Кодекс Собоадминистративных Правоношений Очевидец Называется Свидетелем То есть когда ему Известны какие-то Факты Вы хотите Известные факты О берегине И о ее деятельности Нам сообщить По животным Я, да Мы просим вас выйти Вдать, во-первых, ваш паспорт Мы разъясним вам права и обязанности Вы распишетесь в план И если не расписывается Свидеть вам это Как свидетель И потом мы вас опросим Как свидетеля А сейчас вам нужно будет Хорошо У меня дело только касается По животным Это понятно Вы поняли У вас стоит очни Хорошо Присаживайтесь Хорошо Значит, уважаемые участники Производства Лицо, в отношении которого Ведется производство по делам В праве знакомиться Со всеми материалами дела Давать объяснения Представлять доказательства Заявлять податость По отводам Пользоваться Теоретической помощью Защитника А также Ими профессиональными Правами и обязанностями Свидетель по делу Об административном правонарушении Праве знакомиться Со всеми Праве Давать свидетельские показания На родном языке Пользоваться Бесплатной помощью переводчика Делать замечания По поводу Правильности От занесения Его показаний В протокол Мы вас предупреждаем Об ответственности Задачи Уловленных показаний Все участники Всем участникам Разъясняется Право Отказаться От предоставления Каких-либо Объяснений Вам В том числе Разъясняем 51 статью Конституции Соответственно С которой Вы можете Не давать Объяснения Которые Вы свидетельствовали 51 статью Конституции Российской Федерации Соответственно С которой вы можете Не давать Объяснения Которые Будут свидетельствовать Против вас Против ваших Близких Друзей Все понятно? Понятно Понятно Я Как будто Я в суде Это Раньше От этого Я У нас Юнистикционный Несудебный Орган Мы ведем Процесс Точно так же В соответствии С кодексом Административных Правонарушений Мы должны Были Вам Доскнить Права Из статью 51 Конституции И спросить У вас Все ли Вам У вас Какие-то Ходатристи На начало? Хотелось бы Знакомиться Составом Комиссии Состав Комиссии У нас Вывешен Кридорчик Есть Кроме того Мы в постановлении Обязательно Распишем В состав Комиссии И вам Все это Сейчас Не могут Представить К сожалению Сейчас Мы не можем Представить Это не входит В состав Это не входит В процесс Как-то не входит Все в масках Все в масках Сидят Список большой Кто из них Присутствует Погласите Пожалуйста Люди И они сейчас Будут выносить Постановление По поводу Нас Все в постановлении Распишем Весь состав Комиссии Состав Комиссии У нас Придорчик Ну Это у вас Там на бумаге Написано Я хочу Передо мной Сидят люди Все в масках Я хочу познакомиться Кто такие люди Уважаемые коллеги Есть еще какие-либо Ходательства На начало заседания Если нет А для Совгарова Пойти дальше Значит Поступил протокол Поступил протокол 9 июля 2002 2020 года На рассмотрении К административной Комиссию Города Сургута По председательству Заместителя Председателя Административной Комиссии Киричек Роза Иркеновна Пресс-секретарь Дубининой Лилии Анатолия С участием Членов Административной Комиссии 8 июля Материалов Деревянных Ящиков Коробок Строительных Материалов Поддонов Досок Деревянных 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 Комиссия Теревянных Деревянных Поднадзором Человек Оказание Суд По содержанию Лечения Бездонных Животных Рассмещение Объектов Капитального Строительства Предназначенных А там не указано, за какой год эти скриншоты? Сейчас мы будем разговаривать пока только с представителем от имени Береги. В доверенности указано. Что вы хотите сказать по существу отраженному протоколу и материалам? В доверенности указано с правом полного предоставления моих интересов к административному производству. С правом подачи любых других документов я могу подать документ, что я ему доверяю. Здесь это указано. Дело в том, что в законодательстве написано, что если вам доверили представлять интересы, то вы можете передоверить. Именно эта фраза должна быть вторжена в доверенности. Это означает, что основной доверитель вам разрешает передоверить ее, представлять ее интересы другому лицу. В вашей доверенности не написано, что вы можете передоверить. Поэтому исключительно интересы Берегини может представлять другое лицо на основании доверенности, выданной Берегини. Вот у вас такая доверенность есть, без права передоверить. Поэтому мы вас, пожалуйста, прислушиваем по существу. У меня подачаство о переносе рассмотрения дела для ознакомления документов. С материалами дела ознакомиться надо. Вы же не предоставили такую возможность? Вы такое ходатайство до начала заседания не заявляли. Сейчас заявляют. Сейчас заявляют. Я хочу ознакомиться. Уважаемые члены комиссии, на сегодняшний день поступило ходатайство от представителя Берегини об отложении рассмотрения дела и об ознакомлении с материалами дела. Как вы считаете, возможно, поясняют, что срок давности еще на рассмотрение дела есть, и мы можем переназначить и рассмотреть дело в пределах установленного срока? Сколько времени осталось? Уважаемые коллеги, вы согласны? Я думаю, что все-таки надо предоставить лицам право ознакомления с материалами дела. Это их право. И я считаю, что это надо, и ходатайство надо удовлетворить. Согласны? Хорошо. Вам хватит неделю для изучения материала? Вполне. Дело откладывается на следующий четверг, на 14.00. Повесточки мы сейчас вам выпишем, когда вы придете с материалами дела. Да прямо сейчас можем сфотографировать и все. Вы пойдете сейчас на ввод? Конечно. Да. Сфотографируем, а через неделю соберемся. Увидите, пожалуйста, в коридорчик вам выпишут повесточки, и мы вам предоставим возможность напомнить материалами дела. Благодарствую. Благодарствую, запомните, можно поделиться. Волеизвеления там напишем. Там в коридоре напишем. Благодарствую. Сможем ознакомиться? Да, конечно. Пока вы все не разошлись, я могу пояснить ситуацию за 5 минут, вне процесса? Только маску можно оставить. Вы готовы меня выслушать? Ну, это не для протокола. Не для протокола. Значит, на канале Сургутнадзора есть уже больше 8 видео о реальной ситуации, и что творится в приюте Берегиня. Как себя ведут волонтеры, что они делают. Более 33 собак они изъяли из приюта в течение года и не предоставили ни одного документа. Также они написали в опеку на семью Максима. Ну, вот смотрите, вы можете на следующее заседание прийти, и это все под протокол рассказащего. Сейчас вы просто... А вы же меня опять как журналиста запишете. А вам трудно, что ли, доверенность взять от имени Берегиня? Нет, Ангелину... Вы такую же доверенность? Ангелина напишет сама. Пожалуйста, мы вас выслушаем. В качестве защитника она напишет в его изъявлении. Ну, вот Берегиня не ее. Только надо просто все правильно оформить, и мы вас... Ну, а как председатель Берегиня? Лично. Чтобы была доверена... Нет, зачем доверенность? А зачем доверенность? Ходотайство заявляется без доверенности же. Если она присутствует здесь сама лично, а если ее здесь нет, то она... Она сможет присутствовать здесь? Доверенность в простой письменной форме. Я что-то не пойму, откуда такие сложности? Я вот несколько раз в судах был, при мне люди заявляли, вот он будет моим защитником. Правильно, потому что он присутствовал. Я вам говорю, если бы Берегиня здесь присутствовала сама лично... Ну, она письменно напишет. Ну, а мы откуда знаем, она это не она? Ну, скажем, что вы же прикладываете к материалам дела? Я же говорю, что мы будем все это оценивать еще. Это же не мы приложили, это приложили должностные лица, которые... Короче, тупик, понятно. Я сейчас... Это действующая законодательница. А? Действующая законодательница. Ясно. Вы... Извините, вы меня перебили. Поговори. Хорошо. Извините, вы меня перебили, я хотел бы это говорить. Вы заявили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Да. Вы мне дали слово выразить свою точку мнения. Вы в рамках заседания выразите следующий четвертый... Ну, вы же мне только что разрешили три минуты потратить. Я их не потратил еще. Дайте мне договорить. Очень коротко. Участок выделен в виде болота, мусорки с ледневками. Они были вынуждены залезть на чужой участок. Потом, когда ледневки убрали, сейчас вот они обратно перебираются на свой участок. Участок выделен без воды, без электричества, без водоотведения. То есть невозможно там что-либо сделать. Веткабинет и крематорий до сих пор не работают, потому что нет света. Водоснабжение и водоотведение. То есть человек не может перенести туда, сделать там крематорий. Выполнить предписание ветнодзора. И веткабинет не могу открывать. Подожди. Волонтеры постоянно скандалят, приезжают, скандалы устраивают. Об этом тоже есть видео. Прекрасно посмотрите. Подождите, дайте мне договорить. Жалуются в опеку на семью, то есть переходят на личности. У них четверо детей, скоро пятый будет. Поэтому Ангелина не может присутствовать. Волонтеры ставят скрытые видеонаблюдения, скрытые камеры. То есть совершают какие-то следственные действия без суда и без полномочий. За год проведено более 30 проверок, в том числе и вашими инстанциями. И ветнодзоры все были. И ни разу не выявлено ни одного нарушения по жалобам волонтеров. Они просто устраивают скандалы, дестабилизируют работу приюта. Более того, они создали параллельную группу ВКонтакте ПАВМОГИ. И там разместили свои реквизиты. И на эти реквизиты уже собрали более миллиона рублей. А в приют это все не идет. То есть это было написано заявление по факту наличия признаков состава преступления по мошенничеству. Сейчас идет, по-моему, разбирательство. Помощи со стороны администрации вообще никакой. Ни рубля не выделили. При этом Шувала заявляет, что готов потратить 140 миллионов, в марте он заявил, на новый приют. Хотя приют Берегини уже есть. Единственный приют в городе для животных – это Берегини. Ни рубля администрация им не выделяет. Наоборот, приезжают постоянно полиция, проверки, волонтеры, постоянно скандалы. Вот такая ситуация. Подробнее смотрите на канале Сургутнадзор. Пожалуйста, знакомьтесь с материалами дела. Придите в коридорчик. Все, ты еще тут будешь поглотаешь. В речечке получили. Получим. Благодарство. Тут сколько написано человек? А вот сейчас я уже, как говорится, думаю, что одни все здесь. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек. Если мы сотрудника полиции не считаем, то 7 человек. 5 из 13 отсутствовали. Кто из них был так? Вы заместитель? Я заместитель. А вы заместитель? Документы какие-то есть, вы утверждающие, что вы заместитель, что вы можете вести заседание? Конечно. А можно удостовериться? На сайте администрации города есть положение. Ну мы вас тоже будем, что ли, на сайте отправить? То, что в интернете ознакомительный характер, который не влечет никакой ответственности, ничей. Там набор цифр просто. Вы сразу переписните, что вам еще нужно, чтобы я не делала сюда сюда, мне надо совещание проводить. Ну паспорт, удостоверение, подтверждающее вашу полномочию. Я хочу стать составом комиссии. Как не дадите? А как удостоверить вашу личность? Удостоверение могу предоставить и показать. Ну давайте удостоверение. Давайте удостоверение. Вот как вот начинается комиссия, заседание, я не знаю, кто здесь заседает, в каком составе комиссия. Вдруг у меня есть отвод к этим людям. Вдруг у этих людей есть личная неприязнь ко мне какая-то. Я же не знаю их. Они под масками все скрыты. Это не действующий документ. Это даже не документ. Это копия печати 17-го года. Это не действующий. И нету начальника, который здесь указан. Посмотри. Это что за комиссия такая? Серичек Роза, это место Аверчука. Как она может быть вместо Аверчука? А где доверенность? Вот именно над этот. Вот Сельминских она вот специалист. Вот это второго человека, как говорится, второй. Это первый. Чудинов, в котором Павел был. Да никто не представился. Все, мы больше не знаем, кто тут есть. А вот мужчина сидел, кто? Они не представляют. Минус один. Я спрашиваю, они молчат, никто не... Минус один полицейский. То есть 7 из 13 человек присутствовал. В таком случае, почему комиссия не полна в составе? У нас заседание закончилось. Два часа всего вам нет. Фамилия скажите, пожалуйста. Нет, понятно. Будьте давай, мы с вами не имеем. Комиссия. Вы можете представиться, если вы комиссия? Сейчас я вам покажу. Может сотрудники комиссии? Может сотрудники комиссии? Можно представление показать? Ну да, желательно. Достаточно было фамилию назвать. Хотя бы. Вот вы же сказали, или Анатолиевна. Вот я поняла. Фамилия, имя, отчество зачитывай. Салий, Максим Анатольевич. Удостоверение за номером 62. Подписано глава города ВН Шувалов. А что, где у вас даты? У вас даты нет. У вас не действующее удостоверение. В смысле? Ну так у вас нету даты. Так потому что она, наверное, бессрочная. Бессрочная? Пожизненная? Даже после смерти действует? Сдается, наверное, по оставлению мотивации. Нет. А когда оно вам выдано? Тут нету даты никакой абсолютно. Оно не действует в вашем доверении. Ну, можно уже выцвело, потому что старая минута. А, выцвело. А можно тогда достоверить? Часть. Я тебя вижу, да. В смысле, что она тоже уже подвыцвечная. Разрешите, пожалуйста. Жернахов. Вот, все-все-все. Ваше? Разрешите, я посмотрю. Пожизненный, да? Жернахов Павел Геннадьев, секретарь комиссии отдела по организации работы административной комиссии администрации города. 21 марта. А вот можно? 2012 года. Глава города. Дмитрий Владимирович Попов. Глава города подписан. У вас тоже не действует? Тихо, тихо. Не повышай голос. Почему оно не действует? Ну, а у нас было год, а сейчас кто? Максим. Удостоверение бессрочное, но действующее. Я являюсь, как я являюсь, как я являюсь. Хорошо, спасибо. Ваше удостоверение подписано. Все, благодарны. Спасибо. Сейчас у нас... Все, 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 не бузи. Благодарны. Они заявляют комиссию. Делаем уход комиссии. Это мое. Все? На каком основании вот этих людей у одного вообще нету даты на удостоверение у другого? Удостоверение выдано по полу и дата от руки. 2012 года. Кто эти люди? На каком основании они проводят комиссию? Друг друга замещают. Меня больше беспокоит то, что 7 человек из 15 было. Замечательно. Давай вот мы сейчас напишем вот тут. Погатайский, включил всех. Ну что это за комиссия такая? Есть! Я бы не заснял, как он сейчас шуваркался в этой яме. С arrжем! Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»